здравствуйте мои дорогие с вами опять роман головин и сегодня хотел с вами поговорить о обезжиренных диетах сегодня очень много трудятся пищевая и химическая промышленности на в кавычках благо человечества наши предки не знали что такое обезжиренной пищи все были здоровы но из-за исключения каких-то таких генетических заболеваний сегодня в последнем буквально там не знаю 20 лет мы очень далеко шагнули в сторону химизации пищи то есть пища пластическая пластиковая фактически становятся и таким образом людям очень сложно выводить эти шлаки и токсины из организма человека вся обезжиренная пища это я то есть это не нормально это не природно это неестественно если есть коровье молоко например вот она существует в природе именно такой белковый состав такая-то пикидная цепочка столько-то белков такая-то жирность там до какой-то мясо жирное еще что ты когда начинает вмешиваться химическая промышленность и каким-то химическим процессом изымать оттуда лактозу там допустим какие-то виды белков изымать оттуда что-то жирное до лишней жиры еще что то есть разбавлять каким-то другим средствами добавлять консерванты там загустители подсластители соль там добавлять и так далее то есть это уже не натуральный продукт даже вот это все добавление она сводит на нет все полезные вещества которые там существуют это не только молока и мясо касается но и других вещей чтобы вы не взяли все что делается на основе вот этих веществ и все что делает сегодня человек это есть нельзя что есть природе на то желательно есть каждый день все остальное это баловство это есть очень редко ли вообще от этого отказаться то есть что есть природа мясо яйца допустим кто пьет еще молоко например на там фрукты овощи зелень все что выделил человек там сахар отдельно да с этим опыт пожалуйста грибы различные ягоды вот из этого всего вы можете сами что-то делать у себя дома на кухне когда вы идете и покупаете какие-то вещества которые слеплены из разных компонентов которые вместе вообще не стыкуются организм это не может никак переваривать и усваивать нормально естественно постепенно у вас будут появляться проблемы со здоровьем очень мало у вас будет энергии вы себя чувствовать будет ужасно организм не будет успевать выводить из организма различные шлаки и токсины опять же повторюсь для каждого шлаки и токсины это свое я по ней подразумеваю только то что не нужно организму человека если организм это угодит значит это яд это не нужные вещи шлаки и токсины так называемые с помощью пота да там с помощью различных других выделения там да с помощью мочи там калу других жидкости семенной жидкости секреты разные выводится а и так далее вот в организм старается это все вывести максимально люди которые стараются сидеть сегодня длительное время на всех вот этих обезжиренных диетах у людей возникает огромная проблема аллергия непереносимость нормальной пищи а очень много сейчас гнов включается то есть есть некие силы которым выгодно чтобы сокращать население земли поэтому вот эта вся пища на таким просто гигантскими скоростными темпами до появляется на прилавках магазина и люди ну естественно идет реклама по телевизору как красивые накаченные ребята выступают вот смотрите там йогурты там смотрите там такие молочные различные продукты 5 10 давайте кушать это здорово классно там все замечательно и прекрасно давайте будете форме это очень опасно когда люди начинают вмешиваться в природные какие-то эффекты природные продукта растения менять их они не понимают что не делать они думают что они уже все умеют все знают на самом деле человек далеко еще не все понимает и я считаю если человек ничего не понимает или мало понимать не надо это менять и лезть туда стараться сделать внедрить какой-то гены не знаю там рыбы тогда в пшеницу например то есть люди едят растительную пищу а там животные гены есть то есть вроде бы на вид на пшеница внутри гена там рыба например там птиц какой-то так далее а вот очень много сейчас идет исследование очень много к врачам обращаются люди которые сидели очень длительное время на вот этой обезжиренной диете вот использовали так называемая с минимум калорий пищу и в этих людей постепенно образуется непереносимость нормальной пищи аллергии там до прыщики вылезают астма какая-то может появляться и так далее угнетение иммунной системы то есть люди начинают обращаться к врачам некоторые не воду пить не могут даже некоторые люди на солнце находиться не могут некоторые люди уже не могут обычных фруктов и овощей есть то есть настолько процессов эти усугубляются что всегда надо подумать сейчас очень много модных различных диет я всегда вы себя на канале говорю ребята не надо сидеть ни на каких диетах не сходите с ума особенно касается женщин которые стараются не знаю в самую дорогую клинику поехать там заплатить кучу денег там что там там клизмы делали там на каких-то диетах держали не надо сидеть ни в коем случае категорически говорю нужно делать одно нужно просто вести правильный образ жизни питаться одинаково всю свою жизнь и тогда организм потихонечку перестраивается и будет держаться всегда форме это единственное единственный путь для организма человека когда вы начинаете есть именно более-менее природную пищу пища должна быть качественно по мне фермерская да там экологически чистая где ее достать уже другой вопрос я говорю как это должно быть вот если вы кучу денег тратить это на iphone это на поиск врачей там диеты потратьте деньги лучше на качественную пищу меньше съешьте до лучше сами доме приготовьте и вы вкладывайте в себя же деньги на будущее в свое здоровье чтобы он был были дети здоровые до что вы все хорошо чувствуете что у вас было больше энергии меньше спали больше работоспособности на на большее количество процентов головной мозг работал они когда он забить шлаками и полноценно организм человека не может работать эти все вещи они все взаимосвязаны учитесь читать на этикетках что написано чего это сделано до иной раз приходим покупаем какой-то рыбный фарш там а там рыбы нету там да хорошо было вышли то волосой растительные какие-то продукты пальмой маслом какие-то супер натуральные это может быть это такой вред и куча там разных добавок и пестицидов что нужно не знать академиком чтобы во всем этом разобраться извини точно говорю вот поэтому все вот эти вещи они очень-очень опасны для человеческого организма какие-то трансгенные жиры вот это какие-то пальмовое масло другие виды различных масел которые добавляют до места животного белка да то есть содержит растительный белок и сегодня пытаются принять законы чтобы в молоке например да на молоке на пакетиках на твороге где-то еще где-то на мясе писал что это естественно на табаке на табачных изделиях писались табака то нет то сделается из каких-то материалов что табака нет естественно не против этого все производители против это если советское время допустим было мясо и соль да это консервы консервант это соль натрий хлор и чистое мясо то сегодня там внутри непонятно что там находится это лучшее время было туалет на бумагах сегодня это роскошь класть туалет на бумагу это дорого естественно то это не кладет если пичкать такой химии всякими гадостями на слоем каком-то там соевая основа различные это консерванты эмульгаторы загустители улучшители вкуса цвета запаха то есть чего там только нет но мясо там нет поэтому вот обман всего человечества чем глубже мы ковыряемся в этом докопаемся и тем сильнее приходит понимание что у нас кто-то травит нужно вникать примерно что у нас не обманывали если вы не любите что у вас обманывали придется немножко вникнуть в эту тему вот если все будут вникать то на прилавках магазина скоро будут нормальные продукты если человек недоволен не хочет это покупать естественно то химию не будет есть если человек допустим да не вникает в это ему все равно чем его кормят вот и где он живет естественно человек все это ест хавает как говорят да впитывает не сопротивляется то завтра это еще больше будет появляться на прилавках магазинов некачественные продукты товары и потому что нас это все устраивает и таким образом люди естественно имеют потом кучу различных заболеваний бегут к врачам пытаются вылечить а врачи просто извините то есть не могут вылечить просто вставляют зону желудок и будут вас кормить какими-то лекарственным питанием внутри желудочно поэтому и никаких больше лечений не предусмотрены так что будьте внимательны старайтесь все таки более правильно питаться не стараться сидеть на каких-то неполноценных диетах временных это все не работает и об этом уже много раз говорил я думаю что информация очень важна для вас но естественно обращайтесь на консультацию если хотите поменять свой образ жизни питания всегда поможем всего доброго и до связи с вами был Арман Головин канал здорового питания всем пока